И снова новости Банариума. Пятеро российских военнослужащих самовольно покинули свою воинскую часть и изнасиловали девушку, удерживая ее при этом всю ночь. Заявление у девушки не приняли. Уголовное дело не возбуждено. Молодой дедушка убил полуторамесячного внука, бив его об стену за ноги из-за того, что тот громко плакал. Возбуждено уголовное дело. Но как вы думаете, будет ли он отбывать наказание или поедет в Украину убивать малолетних детей и смоет, так сказать, кровью кровь, как это теперь принято в стране людоедем? Стоит отметить, что Кичин уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. В Башкирии вернувшийся домой участник войны изнасиловал депутата после того, как депутат пообещал ему сначала выделить участок под дачу, а потом потребовал за это деньги. По словам свидетеля, сперва участник СВО избил депутата, а потом засунул ему в задний проход стеклянную бутылку из подводки, распитие которой они осуществляли вместе. В Москве 14-летнюю дочку участника СВО изнасиловал судимый за аналогичное преступление помилованный преступник ЧВК Вагнер. Уголовное дело возбуждено, но рецидивист вновь отправляется на войну и уже подписал контракт. У вас есть сомнения в том, чем он будет там заниматься? Кстати, это одна из тех новостей, где круг, так сказать, замкнулся. Хотя было бы куда лучше, чтобы в этой новости не фигурировал ребенок. В Алтайском крае вернувшийся с войны военный избил жену битой. Произошло это на глазах у четверых малолетних детей. В Архангельске недавно вернувшийся с войны член новой элиты разгромил автобус молотком и огнетушителем. Во время поездки пассажир схватил молоток, выбил все окна в транспорте, распылил огнетушитель. Пассажиры выбежали из автобуса, а водитель вызвал полицию. Российский пропагандист признал, что российская армия мира казнит украинских пленных. Он сказал, что сами россияне являются носителями нацизма, против которого якобы воюют на войне. Это тот самый случай, когда россиянин сам про себя понял, что он творит и признал это во всеуслышание, написав, что Россия никого не освобождает, никого не спасает, а несет только зло. А вот еще одна пропагандистка, которая снимает ролики в виде войны 1939-1945 годов. Как говорится, друзья, сперва на Киев, а потом сразу на Берлин. Этот экземпляр, как и многие другие, считает себя освободителем и трясет флагом, раскатывая на военной технике, призывая ехать сначала на Киев, а потом сразу на Берлин. Я повторюсь, желаю каждому своему заотечественнику, взявшему в руки оружие против украинцев, найти свой черный мусорный пакет или прорасти подсолнухом в полях Украины. Да будет так.